Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту. С именем Аллаха, Милостивого, Милующего. Уважаемые друзья, пришла пора поговорить об эмоциях. Как на эмоциях разводят людей. В последнее время очень много таких эмоциональных вещей пробрасывается в средствах массовой информации, в интернете и в каких-то других общественно значимых таких вот продуктах, которые в наши несчастные головы пытаются вколотить манипуляторы. То есть так называемая власть и мощи. Понятно, что вся власть принадлежит Аллаху, но в каком-то таком мини-уровне им дано. Им в этом мире, вот христиане говорят, князь мира сего, да, про дьявола. Да, им в этом мире дана отсрочка, им дана возможность чего-то делать до судного дня. И вот шайтан Алзабеля пытается сбить людей с толку. И зачастую у него это удается. И один из очень таких действенных приемов, это, я уже говорил неоднократно, стаскивание в крайности. То есть дьяволу, врагу рода человеческого, вообще по барабану на самом деле, как человек собьется с пути. Уйдет он направо и, предположим, упадет в пропасть, или уйдет налево и там заблудится в лесу и утонет в болоте. Какая разница? Лишь бы по дороге не шел. По пути истинному. И, соответственно, вот он тащит то туда, то сюда. И вот для особенно советского человека, это наблюдаемо вот в период очень краткий, вот эти самые перепады, вот эта жуткая синусоида, восприятие мира советским человеком. Ну посмотрите, еще буквально каких-то там 30-40 лет тому назад это был тотальный рационализм. То есть никакая мистика, ничего сверхъестественного, никаких эмоций. Все подчиняется строго законам математики, физики и подобным другим вот установленным жесткой детерминацией законов природы объяснением мира. И результатом было что? Было, по сути, духовная кастрация человека советского. Мы видим, во что это вылилось. В том, что когда пришли люди более духовные, то советский человек оказался не готов. Причем я не говорю, что это более высоко духовные. Просто духовные, да? Этот дух, он ведь может быть неправильным, он может быть там вредным, злым каким-то и так далее, и так далее. Но он в наличии. И соответственно, вот вооруженный разного рода там физическими, математическими учебниками, человек оказался, советский, беспомощен и беззащитен перед разного рода кашпировскими и прочими чумаками. Вот в чем вся фишка была, да? То есть, когда тотальный рационализм властвовал в СССР, ну, вы же помните, да, там, бытие определяет сознание, там, и так далее, и так далее. То это была одна крайность. Сейчас люди маханули по синусоиде, внесили там вверх без разницы абсолютно, проскочили через срединную точку и ушли в другую крайность. Тотальная эмоциональность. Все воспринимается через призму эмоций. И даже, когда человек думает, что он рационально относится к чему-то, скорее всего, он тоже сидит на эмоциях. Дорожные друзья, вот мы, кстати, всех приглашаю в группу, в Телеграм, в которой мы обсуждаем очень серьезные вопросы. Там вчера люди отметили, что на самом деле огромное количество разного рода блогеров, политологов и так далее просто-напросто пасутся у нас там, в группе, и потом все эти идеи выкладывают. Через 2-3 дня после того, как они были озвучены у нас, они выкладывают все дальше. Ну что ж, хорошо, я не против. Вот, кстати, недавно совсем выложил статью, повторюсь, на электронном минбаре. Зачем нужна книга в эпоху соцсетей? Уже мои друзья, на самом деле, я в принципе не против того, чтобы вот мои какие-то идеи, ему заключения, выложенные в интернете, брали люди и выдавали за свои. Почему? Потому что это специфика интернета. Потому что интернет – это куча зеркал, куча отражений. И кому принадлежит 121-е отражение? Да тому, кто на него смотрит, на самом деле. Да, это специфика интернет-общения, интернет-жизни, скажем так, интернет-бытия. И главное здесь – это не то, что вот я там автор, а то, что мои идеи, они репродуцируются дальше. И вот эта вот среда вокруг меня, она расширяется. И в принципе не важно, там под моим именем мои идеи побеждают, или не под моим, по барабану. Потому что вот эта сама идея того, что человек является халифом этого мира, она именно в этом и заключается, что человек меняет мир вокруг себя. Я строю свой мир вокруг себя. Каждый из вас должен строить свой мир и управлять им. Почему? Потому что вы потом будете за это отвечать. Вы же халиф своего мира. Я уже говорил неоднократно на эту тему, но вот повторюсь. Уважаемые друзья, вот я в моем мире один человек, в мире вашем, каждого конкретного человека, совершенно другой. Город, в котором вы проживаете, он многомиллионен, многотысячелик. И каждое лицо воспринимает его по-своему. И если вы лично не будете его форматировать под себя, под свое мировоззрение, под свои идеалы, то это сделает кто-то другой. И вот именно этим занимаются манипуляторы. Они разводят человека на крайности и забирают у него права на его мир. Вот в чем главный смысл манипуляций. Человек из халифа, из хозяина, из наместника, ну понятно, что в определенных рамках, которые ему даны, превращается в винтик, в часть механизма, в клеточку, в какое-то непонятное, неразумное существо, обладающее функцией. И им управляют, заставляя выполнять эту самую функцию. Так вот, уважаемые друзья, один, повторяюсь, из таких моментов, из управления, вот перевода человека в функцию, это тотальная эмоциональность. Вот смотрите, любое дело можно рассмотреть, исходя из вот личного восприятия и исходя из глобального. Нельзя отбрасывать ни то, ни другое. Сейчас все перевели на личное. Вы посмотрите, вот любое упоминание о войне, оно всегда сваливается в личное восприятие крови, грязи, убийств, страданий конкретных людей. И это с точки зрения эмоций. А если воспринимается только с точки зрения рацио, то это статистика, числа, там столько-то потерь, столько-то танков выпущено, столько-то самолетов летало, там столько-то часов провели корабли в море и так далее, и так далее. И то, и другое отдельно приведет к уходу в сторону от реальности. Когда человек забывает абсолютно про живых людей, он становится таким вот статистическим роботом, бухгалтерским каким-то механизмом, арифмометром, компьютером. Когда человек забывает о том, что в войне есть не только один человек, который страдает и умирает, а есть еще и профессионалы, для которых война – это работа. Обычная, тяжелая, рутинная, но работа. И для которых люди, как конкретные страдающие физические организмы, не существуют, а есть какие-то статистические единицы, то человек тоже ошибется, если не учтет вот этого. Надо обязательно рассматривать с двух сторон. Если мы говорим, например, о потерях в Второй мировой войне, или Великой Отечественной войне, например, Советского Союза, то понятно, что это ужас, это гибель миллионов. Но отбросить то, что кто-то сидел и в этот момент считал, тоже нельзя по определению. Потому что бухгалтерия – это тоже наука и искусство. И особенно, кстати, оно развито в США. Я уж не знаю, насколько это так вот удачно, но бухгалтер, сравнение я имею в виду, бухгалтер в США – это совсем не то, что в СССР. Я думаю, и в России. Кто? Ну, у нас кто такой бухгалтер? Это, как правило, там женщина уже относительно немолодая, которая сидит, считает, в общем-то, и каких-то звезд с неба не хватает. За исключением отдельных главбухов, каких-то там корпораций или крутых предприятий, которые действительно там являются какими-то звездами. Но, уважаемые друзья, в Штатах бухгалтер – это совсем другое. Бухгалтер – это темный бог, это дьявол, который нависает над каждым. И который может задавить и размазать любого. Понимаете, вот опять чистое эмоциональное восприятие человека советского, да. Крутейшая мафия в США. Жуткие, там, еврейские и итальянские мафиозы, которые плевали на всех. Однако, если чуть-чуть копнуть, то мы увидим, что главные в США это не бандиты и гангстериты, а бухгалтеры. И, в первую очередь, налоговая служба, у которых есть свои силовые методы вышибания этих самых налогов. И бухгалтер там может все. Кстати, просто вот, я не знаю уж, насколько это совпадение точное, да, повторюсь. Главный киллер, вот, времен гангстерских войн, которого звали Лепке, ну, евреи, естественно, да. Знаете, какая у него была фамилия? Бухгалтер. Я уж не знаю, насколько это его настоящая фамилия. Ну, вот, ну, просто вот Лепке, бухгалтер, это вот символ бухгалтеров США, который просто-напросто с невероятной методичностью убивает всех, кто встает у него на пути, хоть каким-то образом, мешая выполнению его дел. В знаменитом сериале «Максвелл Смарт», напряги из Виллины, «Гет Смарт», вернее, да, там тоже был такой момент, как бухгалтер пришел. Я лишь проверяю наших агентов в соответствии с новой директивой Центра по экономии. Вот этого крутейшего супершпиона и так далее. Спокойненько там построил, выписал ему какие-то там штрафы. Я составлю на вас рапорт, Смарт. Рапорт? О чем вы, Перкинс? Это же Крюгер. Возможно, это и Крюгер, но вы использовали три пули вместо одной. Это реальность Америки. Аль Капоне посадили за неуплату налогов. Знаменитая история с убийством Сальватора Маранзана, босса всех боссов, Капо де Титтикапи, итальянской мафии, там в 30-е годы времена сухого закона в США. Убили его, вот эта вот знаменитая четверка, Чарль Лаки Лучиано, итальянец, и остальные евреи, это на ирландский, Бакси Сигел, и, по-моему, забыл, по-моему, Джо Адонис, я уже не помню, но не важно. Значит, началось-то все с чего? Они думали, вот что такое Маранзан, у нас там всячески угнетает, но добраться до него невозможно, у него там 500 бойцов может выставить человек. И тут как-то приезжает мейер к Чарли Лучиано, и тут весь в расстроенных чувствах сидит в разгромленном офисе, он спрашивает, что случилось? Он говорит, да вот такие же жиды, как ты, там ворвались из финансовой разведки, там, из финансового контроля, и весь здесь погром устроили. И тут они посмотрели друг на друга, и сразу у них в голове созрел план. Они оделись в одинаковые костюмчики, ворвались в офис Кмаранзана, значит, в силу того, что там евреи были все в основном, а в финансовой разведке в основном они были, и никто их не тронул, потому что все понимали, что с этими связываться нельзя. Не с Чарли Лак и Лучиано, и Мир Ломанский, а с финансовым механизмом США, с Министерством финансов, и с его службами, потому что размажут, раздавят. И они зашли, никто их не оставил, они убили Моранзана и ушли. Вот это бухгалтера в Америке. И вот именно эти бухгалтера решали вопрос, например, с поставками по Ленд-Лизу в Советский Союз и в Великобританию. И они по-любому требовали гарантии. Это их работа. И Советский Союз дал им эти гарантии. И это, знаете ли, не территории и не деньги какие-то или не что-то другое. Потому что это люди, которые не видят живых людей, они видят столбики цифр. И они потребовали реальных гарантий. Не какого-то там эфемерного куска пирога в будущем, а здесь и сейчас. И они получили эти гарантии. и ленд-лиз пошел. И Советский Союз в результате выиграл. Хотя можно сказать, что он бы без ленд-лиза вообще не выиграл, но это уже, знаете, из вопроса гаданий. Он выиграл, но раньше. Вот и все. Почему и чем рассчитывался и гарантировал Советский Союз? Мы обсуждали в группе. Кому интересно, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Каким образом это все можно сделать, дано в описании к данному виде? Уважаемые друзья, напоминаю вам, что группа в Телеграм продолжает работать. Там мы обсуждаем самые злободневные темы, происходящие в мире, а также все темы, которые интересны участникам. Там я даю практические вещи и отвечаю на вопросы. Как зайти в группу, дано в описании. Приглашаю всех, заходите, участвуйте в обсуждениях, давайте расти вместе. Так вот, уважаемые друзья, люди не дают манипуляторы нам возможность рассмотреть любое событие с двух сторон. Они все время пытаются утащить нас в одну из сторон. Вот опять-таки у меня был эпизод, когда мы обсуждали Николая Кузнецова, советского супершпиона. Вот эти все сказки про то, что бедный мальчик Коля из глухого какого-то там уральского или там челябинского села жил, а рядом были какие-то немцы, да, там ссыльные или там какие-то другие поселенцы. И он там бегал с ними и что-то там научился, да, да, так научился, что говорил на семи диалектах, и немецкие контрразведчики не могли увидеть и услышать разницу в этих его речах и в его поведении. Уважаемые друзья, ну вот, я понимаю, что это, конечно, все вот классно, любой человек может сидеть и думать, да, вот я тоже вот сейчас с немцами там пообщаюсь там или с англичанами с недельку и начну потом говорить, ну, или с годик, да, на чистом хох-дойч, или как лондонские кокни, уважаемые друзья, спросите любого лингвиста, возможно ли так выучить язык? Ответ будет однозначный, невозможно. С этим языком надо родиться и жить в этой языковой среде. Знаете, почему еще? Потому что там не только язык, там куча самых разных мелочей, которые невозможно выучить, в которых надо жить, вариться и родиться. вот в чем смысл. Невозможно, понимаете, крестьянину изобразить из себя художника. Опять-таки, вот в Максвеле с Марте хорошо было показано, как он там прошел какие-то курсы. И почти четыре часа я рисовал. Четыре? А что ты делал в остальное время? Отмывал руки. И заявился в музей под видом художника. Ну, результат был понятен. Замечательная картина. Кто автор? Брак, конечно же. Значит, это дитя старого брака. Займемся им. Естественно, есть куча версий, например, что Кузнецов, Кузнец это Шмидт, да, то есть это немец, например, по фамилии Шмидт, которого вербанули и потом отправили и так далее. Но опять-таки это все мы обсуждали и с Кузнецовым все более-менее понятно, да. Но меня интересует вопрос другой. Вот мы об этом разговариваем и человек Тимур, ты не прав. Почему? Потому что вот Феликс Чуев в своей книге написал, что Кузнецов был действительно русский и был из глухой уральской деревни. Я спрашиваю, а почему Феликс Чуев прав? Потому что я его лично знал. Понимаете, это, конечно, аргумент вопросов. Да, он его лично знал. Все. Но что это такое? Это голимые эмоции. Потому что человек мыслящий не только эмоционально, но и рационально. Он бы сразу подумал, а Чуев лично знал Кузнецова? Да, Чуев не врет, но откуда он взял свою информацию? И выяснилось, что он не знал Кузнецова-то. А рассказывал он со слов какого-то разведчика. И вот гарантий, что вот тот разведчик не врет нет никаких. Уважаемые друзья, разведчик, конспиратор и вообще любой там какой-нибудь подпольщик, он профессиональный лжец. Вот это тоже надо понимать. Отбросьте эмоции. Да, разведчик, подпольщик, это же герои, они велики. За победу! Чтобы выжить, им надо было врать. Это их работа. За нашу победу. Ну да, они врали врагам, но от этого же не следует, что они говорили правду про себя. Это их работа врать, вводить в заблуждение ради каких-то целей. И вот этот человек, он рассказывал, чую, я вполне согласен, что тут вполне себе искренний и честный человек, но он ему рассказывал то, что нужно было не чую, не читателям, не истине и так далее, а нужно было ему и тому, кто его инструктировал. Вот и все. И сразу все становится на свои места. Эмоции и рации должны идти вместе. ни в коем случае нельзя разделять. А посмотрите, что творится сейчас. Посмотрите подряд, какие идут вбросы в информационное пространство. То, значит, Зулиха открывает глаза по этому отвратительному роману, который я попытался почитать, но он с художественной точки зрения ниже Плинтуса, понимаете, Гузель, Яхин, мысль только одна, в советской классике все было четко сказано. Как поймают Якина на кол посадить, это первое дело, уша пошли. Потом сняли какой-то пасквиль, Зулиха открывает глаза. И вот народ только и знает, что обсуждает. Какие там нелюбители татар собрались. Причем с одной стороны татары и с другой стороны татары. Все это Чулпан Халатова и так далее. Это что, она же тоже татарка там, да? Уважаемые друзья, ну вот тут чуть-чуть отбросьте эмоции и посмотрите, ради чего? Зачем? Вот же в чем смысл. Ищи кому выгодно. И мы сразу увидим, что там идет конфликт между двумя группами татар. Между московскими православными и между казанскими прохазарскими. Вот и все. А сами татары как таковые в этой всей байде являются просто расходным материалом. И знаете ли, ни туда, ни сюда сваливаться не надо. Это, кстати, вот тоже, да, вот татарская интеллигенция получила то, что заслужила. Всю жизнь они пытались сравняться то с русскими, то с евреями и до сих пор. Русских сейчас более-менее только православные, а для них русские это свет в окошке. Для таких вот упертых националистов евреи свет в окошке. Там вот те мечтают стать русскими, эти мечтают стать евреями. Ну или хорошо, как русские, как евреи, да? Блин, да будьте вы как татары. Ни от кого еще не слышал о том, что для возрождения татарского народа необходимо возрождать в первую очередь старо-татарский язык, старо-татарскую письменность, никакую не латиницу вот эту дебильную, которую вот очень короткий период времени запускали для того, чтобы отсечь пласт знающих людей, а именно арабское написание, для того, чтобы можно было читать вот те книги, те гигантские пласты мудрости, которые были накоплены татарским мусульманским народом. Никто не говорит о том, что надо там возвращаться к исламскому пониманию мира, к исламской идентичности татарского народа. Нет, все пытаются наоборот, знаете, я слышал там татары спасли ислам. Нет, ребята, это ислам спас татар. Поэтому вот же за что боролись, на то и напоролись. Ну, а посмотрите другие варианты. Отвратительная совершенно там свалка между Соловьевым и Уткиным, между двумя вот этими вот знаете там свинья в ермолке, говорят же, да, вот такая классная парочка, вот они друг друга поливают грязью. Зачем оно им надо? Надо для того, чтобы, во-первых, людей отвлечь от чего-то, во-вторых, соскочить самим с какой-то темы. То есть Соловьев, он в этом плане очень тертый, у него нос по ветру, и он просто не хочет в чем-то участвовать. А в чем понятно, идет страшенный замес между группировками в Москве, между правительством и администрацией президента, между Собянином и Козаком. И вот Соловьев пытается проскользнуть вот так вот рыбкой, как уши между вилами, и для этого соскакивает, типа мне не до того, я с Уткиным бодаюсь. Вот в чем смысл. А люди смотрят и слушают, и такой тончайший манипулятор и негодяй, как невзоров, который явно является дирижером всего этого действия и сценаристом. Он только посмеивается с высоты своего псевдоволандового места. Хотелось мне, конечно, поддержать сейчас напоследок моего друга, нового народного героя. вопросами про Уткина. Можно сказать Робин Гуда, да, который сейчас отковывает латы 60-го размера с тем, чтобы выйти на турнир с кривым и страшным дракончиком. Слился дракончик? Да, он не хочет. И не будет турнира. Кто отказался от боя? Соловьев? О, вот дурак-то, вот дурак. Извиняюсь, это вот вырвалось. Это неподдельная реакция очень дорогого стоит, Александр Глебович. То же самое, скажем, как Аняси Маша Хазарова, да, выступила по пьянке там, или там под коксом, я уж не знаю, да, наговорила правды. Смысл-то в том, что она говорила правду. Что касается мировой логистической транспортной системы, она никогда не будет прежней. Это 100%. Она восстановится не скоро вообще в принципе. Это включает в себя не только вопросы регулярных перевозок, авиажизм, дорожных, автомобильных. Это включает в себя все. Визовые вопросы регулирования границ, транспорт, какие-то личные данные, которые ранее не требовались, а теперь они будут требоваться. Вот во всей этой совокупности это будет совершенно иная система возможностей осуществления вот таких поездок и пребывания на территории стран. Я думаю, что, наверное, конечно, то, что сделали сейчас некоторые зарубежные авиалинии, а именно вопрос о задаче какого-либо вида анализов, там, крови, неважно, и так далее, перед посадкой на рейс, как ты знаешь, наши, так сказать, ближневосточные друзья уже это внедрили, потому что это тоже станет так или иначе некой знаковой отличительной чертой нового времени. Потом спохватилась, ей там объяснили, ткнули носиком не в дорожку, а, значит, в лужицу, и она сразу соскочила с дебатов с Навальным, причем позорные и так далее. Причем вот Навальный, да, ну вот, ребята, чем они думают, да? Лехаим Борисовича трогать нельзя, и что думаете, он действительно там борец за правду простой, что ли? Да ладно, посмотрите, с кем он бодался, тот, который там как верблюд плевался, там, Алишер Усманов, где он? Не видать, не слыхать. Золотов, который обещал морду набить, где Золотов? Давно вы про него слышали что-то? Где Медведев? Всех он потихонечку прессует. Лехаим прокололся в 11-12-м годах, из него не получился Саакашвили. Но это не значит, что его списали, ребята, он бастард, которого не отдадут, которого, если и убьют, то как он в Игре Престолов, только ради крови, но ни в коем случае не ради каких-то там обидок какой-нибудь Хазаровой, понимаете? Вот в чем вся фишка. Я уж не говорю эту Хазарову, значит, ну вот видно же, что вот классическая обманка, на которую ведутся евреи. Вот на чем погорела госпожа Захарова, так называемая. Это вот такая детско-наивная вера евреев в то, что они являются богоизбранным народом. Причем при этом еврей может быть абсолютно неверующим, но искренне считать себя богоизбранным. Уважаемые друзья, вот так и развели евреев. Вытащили из-под кибитки, сказали, слышь, ты же не цыган, ты великий еврей. У тебя там многотысячелетняя история, вообще ты богоизбранный. Он сидит за Захарова, госпожа с маленькой буквы, естественно, Гэжа, значит, она же что сказала? Она просто разболтала то, о чем молчат другие. Вот это вот некрасивая девочка из посольства, которая жизни реальной не видела никогда, вдруг стала там высказывать то, что у нее действительно в сердце, что все вокруг быдляки, что никому ничего нельзя. Раньше это было так или иначе доступно, ну хорошо, не скажем элитам, но определенные части, так сказать, определенному классу людей. Это бизнес, это командировки, это служащие и туристы, которые имели на это возможности. И вообще полет на самолете для Советского Союза это было значит что-то чудесное. Вспомним наше с тобой детство, оно так или иначе где-то очень рядом было, да? Для нас посадка на самолет и вообще... Ты дипломатическая семья, а я нет. Поэтому ты чаще путешествовала. Да, но все равно это все равно в моем детстве перелет на самолете это было это было явление. Это вот этот запах салфета каратлота это было это было чудо невозможное. Ну ерунда же полная. Такого развития гражданской авиации как в СССР не было вообще нигде в мире. Мы в соседний город за 200 километров летали на самолете. И что она нам рассказывает? Аэропорты были забиты, самолеты постоянно висели в воздухе. И стоило это все копейки. И сказки например, что у человека которого там ипотека я кстати против ипотеки и против кредитов, да? Но в любом случае это же неправда. Вот она заявляет, что вот типа ипотека, а он за граничку поехал. Ну это же глупость наоборот. Во-первых, человек, которого ипотека, его банк проверил там от начала до конца, во-вторых, он эту ипотеку выплачивает и у него нет долгов, потому что иначе бы его все равно приставы за границу не выпустили. Так какого спрашивается, Захарова должна определять или банк все-таки есть у него возможность лететь или нет? Вообще-то зарубежная поездка это серьезнейшее, ответственнейшее и очень рисковое предприятие. И чтобы все прошло благополучно, должно сложиться огромное количество факторов. А для того, чтобы себя подстраховать, нужно иметь в общем-то немалую такую сумму денег или неплохие связи. Ну уважаемые друзья, я убежден в том, что она же не целенаправленно сидела врала, потому что тогда она просто умнее врала. Нет, она свое мироощущение, свое эмоциональное восприятие мира выдала. На этом ее Навальный и поймал, скажем так. Вот в чем вся фишка. То есть смотрите, нам подсовывают постоянно какие-то обманки. Вот условно говоря евреям там подсунули Хазарову, они сидят и смотрят точно вот мы такие велики, а все, весь бадляк не должен летать за границу, да, там какой-то там партноменклатуре там будущее, то же самое, да, но есть же еще другая категория людей, значит, там какие-то глубинные и так далее. Им кого подсунули? Им подсунули, вот недавно выступил такой схейгумен Сергий в Екатеринбурге. Святейший Патриарх Московский и вся Руси Алексей II отказался подчиниться жидовскому решиму, за что и был убит Переделкино. Подавление богоборческих властей наше духовное руководство вместе с претечами Отечества, закрывая храмы, ссылаясь на псевдо-пандемию, прикрывая свое молодушие и трусость, предлагают народу Божию общаться с Богом по онлайну. Нас лишают свободы, работы, пищи, питья, сажают под домашний арест. Мы не приступили к закону. Беззаконно сажают на самоизоляцию. Якобы. Заражают в больницах, в магазинах, в толкущиках метро, на транспорте, издеваются морально и физически. Обращаюсь к армии и флоту, ко всем силовым структурам в России. Неужели у вас не найдется человек, подобным маршалом Георгию Жукову, Борису Шапошникову, и который возьмет на себя бремя отрубить голову этой састанинской гидре. Призываю народ к освобождению от жидовской иго в России. Волженые друзья, я не сомневаюсь в том, что вот там этот самый монах Сергий он действительно исключительных таких вот духовных кондиций человек, который заднего хода не имеет, идет вперед как танк и ничего не боится в этом мире. Монах Авель Прозавельевец говорил, что жид будет скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыню ее, закрывать церкви божьей, казнить лучших людей русских, но и Игорь жидовский падет, и христоубийцы понесут свое. Но его, так сказать, идеология, мягко говоря, устаревшая. Протокол аксионских мудрецов написано, нужда в насущном хлебе заставляет Гоев молчать и быть нашими покорными слугами. Когда мы воцаримся, то наши ораторы будут толковать о любых проблемах, которые переволомали человечество для того, чтобы ее в конце концов привести к нашему благому правлению. Кто заподолит тогда, что все эти проблемы были подстроены нами по политическому плану? Протокол номер 13. Он полностью повторяет проповеди Сергея Нилуса. Это конец 19-го, начало 20-го веков, там эти сионские протоколы и так далее. А в протоколе номер 10 откровенно прописано признание нашего самодержца наступит, когда народы, измученные неурядицами и несостоятельностью правителей, нами подстроенную, воскликнут. Уберите их, дайте нам одного всемирного царя, который объедил бы нас и уничтожил причины раздоров, границы, национальности, религии, государственные расчеты, который дал бы нам мир и покой, который бы мы не можем найти с нашими правителями и представителями. Ну а вы отлично знаете, что для возможности всенародного выражения подобных желаний необходимо беспрестанно мутить во всех странах народные отношения и правительства, чтобы переутомить всех разладом, враждой, борьбой, ненуисть и даже мученистом, голодом, прививкой, болезни, нуждою, чтобы угои не видели другого исхода, как прибегнуть к нашему денежному и полному владычеству. И мы видим, что кто-то им пользуется, кто-то ему все это подсовывает для каких-то целей. Людей вот так растаскивают на эмоциях одного туда, одного сюда, разделяя властвую и отвлекают от тех событий, которые происходят на самом деле. Пока мы будем наблюдать за скандалами Соловьева, Суткиным, Захаровой, Навальным, поддерживать или не поддерживать Игуменосергию, у нас опять украдут все, что есть. Пока советские люди боялись ядерной войны, у них украли страну. Пока сейчас мы будем бояться еще кого-то, у нас украдут свободу. И, по сути, уже это сделали. Захарова это только озвучила всю их глубинную мысль. Помните, как в «Как закалялась сталь» был такой роман знаменитый Островского? «Молчите, говорит, туфта выбалтывает то, о чем молчат другие». Вот и она выбалтала. И отец Сергий выбалтал. И многие выбалтывают. Один соловьев матом ругается и кулачки свои вялые показывает. Умный, видимо, да. Или просто очень трусливый, кто знает. Я с ним лично не знаком. Поэтому, уважаемые друзья, вот в чем основная проблема. Надо быть цельным человеком. Не только отдельно рацию, не только отдельно эмоцию, а вместе, рядом. Вот в чем смысл. гармоничность, полноценность. Вот залог успеха. Если будет на то, воля Аллаха. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракет. Субтитры